друзья всем привет сегодня на обзоре у нас вот такой интересный замок смоленский измерительный проще говоря буратино буратино его назвали по форме ключа вот у меня немножко сломалась одна половина тренировался вернее сломалась когда выпиливал замок чем интересный сделан в эти далекие 80 90-е годы бушевала перестройка и заводы вместо того чтобы делать самолеты пароходы стали делать замки сшить тапочки всякую другую лабуду завод все-таки был авиационный смоленский измерительный поэтому инженеры подошли ответственно сделали его достаточно качественно и достаточно сложным для вскрытия уже в те времена такие инновационные технологии были как защита от высверливания очень точная подгонка в ригеля запрессованы стержни от перепиливания ну сейчас конечно болгарка не спилится но те времена как бы болгарок не было ножовочным полотном перепилить было нельзя ну и очень большая высота секретов плюс давайте хотя бы один оборот откроем разберем его и посмотрим и очень сложный для вскрытия из-за того что ложные пазы сделаем как у современных даже не совсем современных сейфовых замков то есть можно можно попасть ложняк в чем тема ложника что ты когда стоишь ложнике ты не должен чувствовать что ты ложники играет так будто ты находишься там где надо пришлось два крючка делать высота то есть они как бы все играют и понять что ты это находишься очень сложно первый оборот открыли с горем пополам второй оборот не будем открывать потому что это видео превратится видео как я умею у нас все-таки канал построен не только как я умею а и а что же там внутри давайте посмотрим что здесь внутри где втулки это чтобы не было сквозняка то есть с этой стороны открываете если ключ находится внутри то не открываете что полотно двери кстати интересное решение до сих пор его на других замках нигде не встречал огромное спасибо подписчику который прислал нам этот замок он был установлен на оружейном сейфе был успешно вскрыт нашим подписчикам за что ему отдельная благодарность что замок попал нам целости и сохранности ждем комментариев думаю он напишет что по этому поводу думает давайте смотреть что здесь у нас здесь такая красота две подпружиненных втулочки такие вот интересные причем что если вы на нее не нажмете она не крутится поэтому я искал эту болванку такую китайскую просто крючком и натягом я даже не подозреваем его открыть ну сами видите да что все очень качественно сделано металл это мнение ржавейка магнитится и сувальды попробую приблизить как вы видите имеют ложные пазы причем раз два раз два на каждой сувальде по два ложных паза 55 сувальда самая простая потому что она открывается с помощью натяга самая высокая но в то же время самая сложная потому что крючком ее очень тяжело поднять двумя крючком открывал первый крючок был неудачный и поэтому у меня не получалось его открыть сразу сейчас посмотрим что там еще интересного так сувальд видите все пронумерованы нулевая сувальда вообще смотрите какие красивые ложнички вообще бомба ракета но самое интересное это вот кто его дорабатывал я думаю что это было не заводская доработка наверное уже кто-то из кулибинных делал ключ по замку вот у него что-то не получилось смотрите что тут сделалось и она кстати очень сильно усложнила работу по вскрытию достану уже это все достану на ответ так сейчас как бы резкость навести вот удалить поверьте мне на слово вот здесь снизу кто-то доработал напильником и убрал вот этот выступ подложный паз получается что нижние сувальды не попадают ложники а верхние попадают не знаем вот это на заводе так придумано как бы специально честно сказать не берусь говорить очень интересно очень сложный замочек ведь и вот эти запрессованные штыри и очень интересный короче если бы свое время не перестройка то наверное бы мы этого замка и не увидели бы потому что никто бы не заморачивался бы делать такой качественный замок ну в принципе все такого больше ничего интересного сказать не могу но кто будет пробовать открывать запасайтесь двумя крючками сразу один выше один ниже вот это немножко вам упростит жизнь ну количество тут секретов миллион это ни о чем что там еще могу сказать 8 сувальд из них 1 сто процентов поднимается правильно то есть получается 7 даже тогда сказал что и с той стороны ну да короче 1 сувальда 55 самая высокая в общем как то так друзья возможно видео не такое интересное как хотелось бы и сразу приношу извинения за второй оборот что не показывал на видео как его сделать но реально это просто могла занять кучу времени и мы бы вместо того чтобы посмотреть как устроен замок очень долго бы ждали как я его открываю то есть как бы открывать его нужно немножко все-таки уметь ложные пазы это ложные пазы всем пока мирного неба над головой